приветствую друзья на связи андрей жариков чуть больше недели назад 31 августа я публиковал на своем канале видео под названием one coin 8 октября идет на биржу победа или провал на данный момент это видео посмотрели уже почти 7700 раз и по сути данное видео это интервью с игорем непомнящим в разговоре участвовали я и денис казаков мы задавали игорю вопросы относительно компании one coin и в общем-то игорь достаточно подробно нам на эти вопросы отвечал разговор продлился практически час 54 минуты и если вы смотрели данное видео то со слов игоря получается что в компании one coin вообще все замечательно остался буквально месяц до выхода на биржу вовсю работает площадка deal shaker на которой можно за ванкой на приобретать огромное количество товаров и услуг и все вообще шикарно есть известный сайт business for home.org на котором публикуются данные о самых высокооплачиваемых дистрибьюторах в индустрии сетевого маркетинга список постоянно обновляется и вот например скриншот данного списка за апрель 2017 года как видим именно лидеры компании one coin реально занимают самые топовые позиции в данном списке возглавляет список юхо пархиала с доходом 4 миллиона 800 тысяч долларов в месяц на минуточку даже не в год а в месяц посчитайте сколько это в год на втором месте штейнкеллер бразерс с доходом 2 миллиона пятьсот пятьдесят тысяч долларов в месяц на третьем месте игорь и андрея альбертс миллион триста тысяч ну и так далее здесь еще несколько имен но я хотел бы поговорить вот об этой паре игорь и андрея альбертс как видите согласно этой таблице их доход уже в семнадцатом году составлял 1 миллион триста тысяч долларов в одном из интервью они сказали что их структура насчитывала сотни тысяч людей вот честно задайте себе вопрос если бы вы были в положении игоря и андрея если бы у вас была команда в сотни тысяч людей если бы у вас был доход миллион триста тысяч если в компании все замечательно дел шейкер работает скоро уже криптовалюта ванкойн будет выведена на биржу то есть ли смысл уходить если смысл начинать что-то другое да наверное нет если так все хорошо и замечательно то есть чтобы уйти из таких казалось бы замечательных условий нужны очень серьезные причины и вот в январе 2018 года появляется видео в котором игорь альбертс и андрея цимбала объясняют почему же несмотря на все такие замечательные условия они покидают компанию ванкойн лидеры ванкойн игорь альбертс и андрея цимбала объясняют причины своего ухода из компании ванкойн давайте послушаем привет друзья вот мы и на связи 2018 год наступил новый год очень много событий произошло за последнее время возможно вы уже видели разные сообщения о нас да дамы и господа это правда пришло время пришло время двигаться дальше пора переходить на новый уровень последние месяцы были для нас очень сложными мы столкнулись со многими непреодолимыми препятствиями все кто нас знает знают что если мы занимаемся какими-то вопросами мы подходим ко всему очень основательно на протяжении последних лет мы создали очень мощный рост ванкойн позднее ванлайф самом начале скорее всего вы знаете мою историю я не верил в эту концепцию по сути это только благодаря андрея я все-таки пришел ванкойн я загорелся этой идеей и поверил по-настоящему да очень сильно поверил мне настолько нравилось наше сообщество люди с которыми мы работали миссия с которой мы шли к людям будущее платежных систем возможность предоставить людям образование финансовое образование для всех людей это было самое важное финансовое образование есть старое выражение финансовое образование ведет финансовой свободе и настоящему счастью когда ванкойн стал продвигать финансовое образование это то что нас привлекло нам захотелось присоединиться к этому движению взять на себя миссию сделать этот мир лучше мы были так увлечены этой миссии что были в своем роде слепых может это было хорошо а может и не очень хорошо итак мы путешествовали по миру и везде видели с каким энтузиазмом люди откликаются на эту идею когда мы познакомились с доктором ружей игнатовой на южно-европейском саммите мы сказали вау я искренне верил что она серьезно настроена поступать правильно что она видит свою миссию в том чтобы сделать мир лучше на протяжении последнего времени к сожалению мы стали наблюдать что наши вышестоящие лидеры покидают компанию без объяснения причин наши друзья к тому же помимо того что они уходят из компании как бизнесмены имея высокие статусы в компании и когда мы их спрашивали почему что случилось они говорили без комментариев даже наши близкие друзья полностью перестали с нами общаться конечно мы слышали от некоторых какие-то негативные новости но когда ты выполняешь великую миссию тебе нужно сфокусироваться и не отвлекаться на негатив я понимаю что многие из вас настроены как и мы тогда в общем у нас стали появляться вопросы по блокчейну вопросы о компании вопросы о том оправдали все что нам говорят мы знали многое нас спрашивали а действительно ли можно зарабатывать столько денег да люди действительно зарабатывали столько денег и когда многие уходили из компании мы просто говорили следующий не обращайте внимание на негативщиков мы очень тщательно старались избегать любого негатива и побуждали партнеров нашей команде действовать так же и вы знаете чем выше ты продвигаешься тем больше растет твоя ответственность перед людьми если ты простой дистрибьютор ты можешь сказать да кто я такой что вы от меня хотите но когда твоя команда растет а наша команда выросла до сотен тысяч людей счастью многие из этих людей заработали много денег но вопрос от технических специалистов возникали снова и снова я обычно говорил я не силен в технологии я верю в идею но как бы ты не верил в идею наступает момент когда неудобные вопросы больше уже нельзя игнорировать и нам постоянно задавали неудобные вопросы на которые мы не знали как ответить но мы продолжали верить но это все поменялось на мероприятие в лиссабоне когда капитан нашего корабля не приехал мы очень сильно верили ружей гнатова я на самом деле не знаю что с ней произошло это очень странная ситуация это очень странная ситуация когда ты плывешь на корабле а капитана на корабле нет и тогда стало возникать еще больше вопросов и поскольку мы не знали на эти вопросы ответы мы стали искать того кому эти вопросы можно задать и наступил момент когда накопилось очень много нерешенных проблем мы очень хотели найти ответы на наши вопросы и к большому сожалению для нас и думаю для вас тоже мы не нашли на них ответа мы спрашивали буквально всех о блокчейне мы никогда его не видели своими глазами но верили что он существует это как фильме лжец великий ужасный когда ты зарабатываешь столько денег ты даже и не задумываешься о том что чего-то может не существовать потому что все знают что создать блокчейн не так уж и дорого и мы продолжали спрашивать задавать вопросы практически всем подряд но кого бы мы не спрашивали никто не мог дать нам вразумительного ответа и чем больше мы спрашивали причем мы спрашивали у технических специалистов компании мы спрашивали а ты сам блокчейн видел и ответ был нет встает вопрос а действительно ли важно его увидеть раньше мы говорили нет но в конце концов мы поговорили с двумя техническими специалистами высокого уровня и они сказали игорь тебе 53 года ты очень воодушевлен у тебя большая структура по всему миру а ты точно уверен что ведешь людей в правильном направлении и после лиссабона у нас появилось много вопросов не сомнений просто вопрос и мы старались получить на наши вопросы ответы мы поехали в компанию но из лидеров там никого не было мне очень нравились некоторые сотрудники которые работали в компании один классный сотрудник которого мы любили мы сейчас его любим но он ушел и мы даже не знаем он сам ушел или его уволили разные слухи ходят иногда в жизни ты понимаешь что надо просто двигаться дальше у нас большая команда на нас лежит большая ответственность надо двигаться и мы обратились к одному сотруднику который еще остался в компании потом к другому сотруднику и мы очень обрадовались когда в компанию пришел мистер пиаренс если я правильно произношу фамилию и мы такие это же классно и мы всем говорили и наконец-то если такой человек пришел в компанию какие вопросы вы еще задаете по поводу блокчейна разве это так важно и представьте наш шок когда мы узнаем что этот человек тоже покинул компанию опять же была разная информация почему это произошло но факт остается фактом он ушел и вот в этот момент мы реально почувствовали себя покинутыми. Наши вышестоящие лидеры ушли. Некоторые наши вышестоящие сказали, вы знаете, не переживайте, мы уже сделали блокчейн год назад. И мы были в шоке, когда это услышали. Что значит сделали блокчейн год назад, когда он в компании вроде как был уже с самого начала? Они сказали, ну, на всякий случай. Я стал спрашивать, что значит на всякий случай? Какой случай? И мы стали обсуждать с разными людьми. Почему вообще мы это обсуждаем, если огромное количество людей зарабатывает большие деньги в этой компании? И таких сомнений становилось все больше и больше. И мы поехали в офис Софии, чтобы задать волнующие нас вопросы. Я составил список из 25 вопросов и разных нерешенных проблем. И мы решили, что в данной ситуации мы не можем продолжать работу. И когда я приехал в Лас-Вегас, и мне очень понравилась информация там, я делал много записей. И я встретил своего друга, Удо Депиш. И Удо сказал мне, время двигаться дальше. А я сказал, куда двигаться? Вопросы решаются. Я еще говорил Андрея, какие проблемы бы не возникали, у нас такая классная команда, что мы можем вместе творить чудеса. Вместе мы горы свернем. Вот у нас такой настрой был. Я даже говорил с Карри, и он с нами был полностью согласен, пока мы не приехали в Лас-Вегас. И он сказал, Игорь, гейм овер, это конец. Я ему сказал, ты с ума сошел? Я его даже слушать не хотел, потому что он стал мне рассказывать о другой компании. И вы знаете, всегда стараешься быть осторожным с людьми, которые говорят, вот эта компания плохая, а вот эта компания хорошая. На тот момент я не воспринимал информацию. Но я все равно послушал, что он мне рассказывал. И я ему сказал, Карри, это не для меня. Я еще Андрея сказал об этом. Она спросила, что за компания, а я сказал, что не хочу отвлекаться. Нам надо сфокусироваться в одной компании, надо в Азию ехать. Мы поехали, мы встречались с людьми. И мы надеялись, что вышестоящие уже решили какие-то вопросы. И настал момент, когда мы были очень разочарованы. Очень сильно разочарованы. И я сказал Андрея, давай еще раз, ездим в офис Софии. И перед поездкой, поскольку меня это все беспокоило, я спросил несколько экспертов в области криптовалют. Я консультировался с юристами. И даже с некоторыми чиновниками, потому что мы живем в Нидерландах. А когда живешь в Нидерландах, работа с финансами, это не шутки. И мы хотели окончательно убедиться, что мы на правильном пути. И, к сожалению, они сказали нам, что есть вероятность, что мы заблуждаемся и идем не туда. Когда нет прозрачности, то все это выглядит очень странно. Они даже подсказали нам несколько вопросов, которые можно было бы задать в офисе. И мы поехали в офис Софии. Я могу долго рассказывать об этой поездке, потому что мы провели там пять часов. Из-за недостатка прозрачности я потерял доверие к компании. К сожалению. Потому что я действительно верил в компанию. И мне очень нравилось то, что мы делали. Вся концепция криптовалют, что мы помогаем изменять финансовое будущее людей, платежные системы и так далее. Даем людям финансовое образование. Людям, у которых нет доступа к финансовым услугам, мы даем возможность. И после этого мы были полностью опустошены. Уже в Софии я был настолько разочарован, что уже тогда решил уйти. Какие бы истории про меня не рассказывали, меня не выгоняли из компании. Я ушел сам. Я сказал, что я не могу продолжать в такой обстановке. Я со слезами в глазах говорил, что я люблю людей, сотрудников компании, они мои друзья. Мы были эмоционально привязаны к друг другу. И я ушел. Андрея сказал, Игорь, ты уверен? Потому что она была в офисе. И я сказал, Андрея, я не могу игнорировать те проблемы, которые перед нами возникли. Слишком много вопросов, на которые нам никто не дал ответа. Нет прозрачности в работе компании. Нет никакой официальной коммуникации. Доктор Ружа, генеральный директор, уже не в компании. И я снова вернулся к Карри и сказал, Карри, давай расскажи все по порядку. И вот с этого момента я уже начал действительно слушать то, что он мне рассказывал. И он рассказал, что его эмоциональное состояние можно было сравнить с американскими горками, то вверх, то вниз. Потому что я точно знаю, что Карри реально любил компанию и был в ней уверен. Он путешествовал по разным странам, развивал компанию. Он все это делал, потому что реально верил. Он был словно такой энерджайзер. Я видел его переписку с доктором Ружей, и я точно знаю, что он прекрасно к ней относился. Она тоже к нему хорошо относилась. Я не могу называть это любовь, у них свои семьи, но у них был хороший контакт друг с другом. Примерно до 9 октября. А потом они полностью прекратили любые контакты. И Карри сказал, я очень обеспокоен, может произойти все, что угодно. И то же самое нам сказал Уда Депеш. После этого мы попытались связаться с другими лидерами. И один лидер сказал, я надеюсь, вы хорошо вложили заработанные деньги, потому что ничто не вечно. И лидер, который это сказал, наверняка смотрит это видео, и он знает, что это его слова. И он не первый, кто это сказал. Поэтому для нас эти слова стали последней соломинкой. Может, кто-то рассматривает это с позитивной стороны, я рассматриваю с негативной. И я разговариваю с Карри. Из вежливости я выслушал его информацию. 18 октября у меня был юбилей, 30 лет в сетевом маркетинге. Мы это хорошо отпраздновали. Я собирался дождаться выхода Ванкоин на биржу. IPO или ICO, мне уже было неважно, что там будет 8 октября. Я просто хотел взять паузу и дождаться, чем все закончится. Вы же выслушали? Да, да. Просто заниматься своим сыном, своими делами. Вы с моим сыном. Вы с моим сыном. Означает ли это, что Ванкоин пришел к своему концу? Я очень надеюсь, что им удастся преодолеть все сложности, что они смогут ответить на все сложные вопросы. И доктор Ружа возвратится в компанию, как капитан на мостик, потому что она отличный капитан. И я на самом деле надеюсь, что 8 октября они выпустят на биржу монету, имеющий реальную ценность. Это даже не так важно, какая у нее будет стоимость, потому что криптовалюты могут расти, могут падать. Потому что для миллионов людей монета имеет ценность. но мы не хотим просто ждать этот день. Итак, как вы могли убедиться, в данном интервью Игорь и Андрея достаточно эмоционально и, на мой взгляд, откровенно поделились, что же все-таки побудило их оставить компанию, несмотря на то, что у них огромная структура в сотни тысяч людей, несмотря на то, что доход достаточно большой. То есть, как так получилось, что они потеряли веру в компанию? И если вы внимательно слушали, то вы могли заметить, что первое время они работали на идею. То есть, когда им задавали технические вопросы, они отмахивались и говорили, я там, Игорь говорил, я не технический специалист, я особо в этом не разбираюсь, я верю в идею. Но технические вопросы всплывали все снова и снова. И, как он сказал, что он даже обратился к профессионалам в этой области, которые, ну, по сути, посоветовали ему, какие вопросы можно задать. Вот некоторые из вас говорят, да, можно поехать в офис Софии, и там на твои вопросы все ответят. Пожалуйста, вот вам пример. Не посторонний человек, а топ-лидер компании, имеющий структуру в сотни тысяч людей, приехал в офис, провел там несколько часов и начал задавать технические вопросы, на которые ему не смогли ответить. Ну, или, может быть, ответили, но ответ его не устроил. Как он про себя говорит, я был полностью разочарован. Все, приехали. И, как Игорь сказал, когда у тебя большая команда, большая структура, ты чувствуешь ответственность и начинаешь задаваться вопросом, а туда ли ты ведешь людей? Может быть, ты ведешь людей в тупик или в пропасть? Тем более, что в компании стало происходить что-то непонятное. Капитан корабля, ружья Игнатова, куда-то делась. Капитана нет на корабле. Вышестоящий лидер один за другим стали уходить из компании без объяснения причин. А другие ему стали говорить, ну, ты же понимаешь, ничто не вечно. То есть, уже такие разговоры пошли. То есть, получается, не только до Игоря и Андрея это прозрение пришло, но и до других лидеров тоже. Сегодня у нас 8 сентября, а значит, до выхода Ванкойна на биржу, до 8 октября, остался всего лишь один месяц. И что произойдет 8 октября? Ну, время покажет. Может быть, все будет замечательно, и вы тогда скажете про этих лидеров, которые ушли из компании, что вот они лопухи, потеряли веру в компанию, а нужно было всего лишь несколько месяцев подождать, и у нас сейчас все замечательно. А может быть, вы посмотрите и скажете, слушай, а похоже, они были правы. Компания действительно идет не туда. И они правильно сделали, что ушли. Время покажет. Вы можете спросить, ты что, хочешь, чтобы компания Ванкойн закрылась? Ну, ребят, на самом деле, я только за, чтобы компания росла и процветала. Чтобы криптовалюта Ванкойн заняла лидирующие позиции. Может быть, даже обогнала биткоин по популярности. Это уже время покажет. Но сам факт, что топ-лидеры компании, не рядовые какие-то дистрибьюторы, а топ-лидеры компании, зарабатывающие миллионы долларов в месяц, уходят из компании, потому что теряют в нее веру. И начинают рассуждать, я надеюсь, что ты хорошо вложил заработанные деньги, потому что ничто, ничто не вечно. Это, знаете ли, вызывает определенные вопросы. А туда ли компания идет? Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.